Сейчас время традиционного прогноза погоды на выходные. О том, что ожидает житель европейской части России, узнаем прямо сейчас. Из гидробедцентра к нам присоединяется Лариса Дрожжина. Лариса, добрый вечер. Добрый вечер, Виталий. Ну вот начинаются выходные на улице около нуля, и все в ожидании хоть небольшого потепления. Чем обнадежите? Ну, потепление начнется с воскресенья и продолжится на следующей неделе. Надо пережить еще холодную субботу. В центральном районе ночью ожидается от двух до девяти мороза. Днем от минус одного до плюс пяти градусов. В воскресенье будет уже до семи тепла. Правда, местами пройдут небольшие осадки. А вот небольшие осадки, это дождь или снег? Начнутся они в виде снега, и потом будут постепенно переходить в дождь. А вот на северо-западе страны с стараниями антициклона удержится погода без осадков. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ночью небольшой мороз. Днем в субботу плюс два семь, в воскресенье до плюс девяти градусов. А в самой западной области России, Калининградской, еще теплее, до плюс одиннадцати. Снег с дождем ожидается в Архангельской и Вологодской областях. Днем там до плюс пяти градусов. Холоднее будет в Ненецком автономном округе и в республике Коми. Ночью до десяти мороза, днем от нуля до минус пяти градусов. Циклон принесет с собой усиление ветра и снег, которого там и так много. Высота сугробов местами достигает 20-25 сантиметров. И в предстоящие выходные снега еще прибавится. Лариса, очаги холода только на севере европейской части? Холодная погода пока еще сохранится в Поволжье. В тылу уходящего на восток циклона местами пройдут осадки. В основном мокрый снег. В отдельных районах может отмечаться налипание его на провода и деревья. Температура ночью 3-8 мороза, днем около нуля градусов. Но при порывистом северо-западном ветре будет казаться, что на улице еще холоднее. А вот довольно сильный ветер по вашему предварительному прогнозу и на юге. Как это скажется на температуре? Внизу Вихволги, Дона и на Северном Кавказе из-за противоборства антициклона и атмосферных фронтов действительно усилится северо-восточный ветер. Его порывы в районе Новороссийска 24-29 метров в секунду. А в субботу вообще достигнут ураганной силы. При этом осадков не ожидается. Ночью около нуля, местами до 6 мороза. Днем плюс 4-9. В районе Сочи до плюс 19 градусов. Ветрено будет и в Крыму. Антициклона в условиях там сухую, но прохладную погоду с температурой днем плюс 8-13 градусов. В начале следующей недели ветер ослабеет, а температура повысится на 2-3 градуса. Ну, наступает время школьных каникул. Многие поедут на экскурсии в две столицы. Давайте подробнее о погоде в Петербурге и Москве. И коротко, чего нам ждать на следующей неделе. В субботу в двух столицах осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге ночью около нуля, днем плюс 4-6. В воскресенье утром начнется небольшой дождь, правда при этом потеплеет до плюс 8 градусов. В Москве в субботу ночью до 4 мороза, днем до 4 тепла. В воскресенье осадков станет больше. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем уже до плюс 6. На дорогах местами гололедится. По нашим расчетам, к середине следующей недели температура повысится до плюс 5-10 градусов. Преобладать будет облачная погода с небольшими дождями. Ну, а что, как говорят, жизнь налаживается. Прогноз погоды на выходные. Последующие дни нам представила Лариса Дружина.